Александр Юрьевич, поздравляем вас с переизбранием. Предыдущий предолимпийский цикл был богат на медали, победные всякие события. Поэтому вопрос, куда стремиться выше, какие корректировки вектора развития фехтования, будут у нас какие-то идеи, задачи какие ставите? Спасибо за поздравления, добрый вечер. Но я бы хотел сохранить те позиции, которые мы имеем на сегодняшний день. Конечно, хотелось иметь медали золотых побольше. Но надо быть реалистами. Наша сборная выступила на Олимпиаде просто шикарно, я считаю. Но если мы на следующей Олимпиаде добьемся таких же успехов, это будет просто супер. Во всем мире уже давно такая практика есть, что соревнования по фехтованию крупные проводятся в различных общественных местах больших. Вот прямо сейчас идет в Нью-Йорке, например, этап Кубка по Сабли в холле-отеле. Вот сейчас в торговом центре идет первенство России по фехтованию среди юниоров. Это шаг к популяризации фехтований. Было ли такое до этого в России? И как вы оцениваете такое нововведение, может быть? В России такого не бывало. Мы всегда проводили в специализированных залах все наши соревнования. Надо сказать, что несмотря на то, что сегодня соревнования проходят в развлекательном торговом центре, здесь хорошие два зала спортивных. И они мало чем отличаются от тех, которые работают как специализированные залы. Если бы их не было, вряд ли мы проводили бы в подобном центре наши соревнования. Ну и вопрос к вам не только как президенту, но и как болельщику, любителю фехтования. Вот сегодняшний стартовый день. Был ли у вас уже какой-то момент, который заполнился? Или может быть кого-нибудь из спортсменов можете выделить? И какие вообще ощущения от сегодняшнего соревновательного дня? Я посмотрел несколько боев. Мне очень понравился Курянин Мыльников, который только что выиграл бой. И который будет биться за золото. Кстати говоря, я думаю, что финал будет очень интересный. Поскольку, с одной стороны, младший Бордачев, с другой стороны, Мыльников, представитель курской школы. Ну, обоим пожелаю успеха, победит сильнейший. Самый сильный фехтовальщик в этом виде, кстати, Бордачев Кирилл. Он сегодня отсутствует, поскольку выступает за Нью-Йоркскую сборную. И в команде сегодня же во Франции они, по-моему, будут защищать, собственно говоря, свои позиции. До сих пор, да. Уже даже бронзовую медаль завоевали. Спасибо вам. Завоевали. Спасибо.